Я уверен, что будет компромиссный вариант бюджета. И для этого мы сегодня встречались. На зуществе был присутствием премьер-министр Росене Яценюк, министр финансов пани Наталья Яресько, где поговорили двое концепции. И договорились, что следующего тижня будем погодить за общий документ, который будет вноситься к парламенту. Если все будет хорошо с кодексом, то чего ждать украинцам от проекта бюджета? Вот то, что мы имеем на данный момент. Долар 24,1? То те прогнозы показываются. Закладается так. Мы помним, что в прошлом году закладывали сначала 17, потом 21,7. А в итоге мы знаем, что в обменниках. Поэтому фактически доллар, мы понимаем, просто чтобы нашим зрителям было понятно, он может быть де-факто выше, чем в заложенном бюджете. В этом году урядом было достигнуто договоренности с нашими внутренними кредиторами в связи с компенсацией внутреннего бюджета. Пиковое навантажение его обслуживания было в 2015 году, в 2016 году, в 2017 году. Вы знаете, что было уменьшено внутренний бюджет на сумму приблизительно 4 миллиарда долларов, а потом реструктуризировано виплати на наступные 4 года. То есть, после этого произошла стабилизация валютных котирований. Впевнене, что после этой работы, после того, как мы принимаем новый подоковый кодекс, на базе которого будет принимать бюджет с 2016 года, и тем самым мы откроем возможность третьего траншума международного валютного фонда, который даст, вновь же таки, возможность стабилизовать ситуацию. А это не было 1,7 миллиарда долларов, которые, но потом и внешние, и другие структуры смогут тоже нам позичити и заинвестировать в Украину. Это приблизительно сумма. Сегодня было озвучено 4 миллиарда долларов на наступный рейк. Деньги, конечно, придется отдавать в конечном итоге. Так что нужно будет экономику поднимать. Ваш прогноз, все же, бюджет успеет принять до конца этого года, потому что это важно и для планирования местных бюджетов. Розумієте, последним часом в засобе массовой информации пошла информационная атака как на команду премьера, так и на команду президента. Иде расхитывание ситуации в коалиции, и это на руку лишь про путинским силам. Впевнены, что сейчас коалиция, все фракции должны консолидовать, пытаться работать разом, сделать переформатирование уряда, принять бюджет для того, чтобы не дать реванш старым силам в Украине. А вот тест, на самом деле, тестом для коалиции называют принятие бюджета. Как думаете, пройдет она этот тест? Впевнены, что так. Тест для коалиции – это все же таки переформатирование уряда и все же таки взять ответственность всем. И коалиции, и министрам, которые представляют все фракции в коалиции. Тест также ожидает и премьер-министра, и кабинет министров. 11 декабря в кабине стекает иммунитет, и теоретически парламент может рассматривать отставку правительства. Оппозиция этого требует. Как вы оцениваете шансы своих недругов? Этого понеделька были сборы фракций Народного фронта, где мы одноголосно поддержали Арсения Яценюка на посаде премьер-министра. Иншой к натуре мы не видим, потому что за последние 20 месяцев работы мы создали армию, мы остановили агрессора, мы проведем не популярные, но необходимые к стране реформы. Мы заскочили с газовой уголки России. И видите, сегодня мы не покупаем в России ни газ, ни уголь.